Он не командовал армиями и фронтами, не совершал воздушных таранов, не добывал важных разведданных. На его груди нет высших государственных наград. И все же имя этого человека вошло в историю Великой Отечественной войны. Николай Федорович Кюнг. Защитник Брестской крепости, узник немецких концлагерей, один из организаторов восстания в Бухенвальде, о котором официальная советская пропаганда много лет умалчивала. Ибо не могла в это поверить. После войны Николай Кюнг подвергся преследованием. В марте 49-го года его арестовали и припроводили на Лубянку, где предъявили обвинение по 58-й статье «Измена Родине». Он и здесь вышел победителем. Обвинения сняли, а неопровержимые факты, добытые в ходе расследования, подтверждали правдивость его рассказа об участии в Бухенвальдском восстании. Об этом вместе с журналистом Веленским он написал в книге «Война за колючей проволокой». У Николая Кюнга два высших университетских образования. Одно получено до войны, другое – после, так как диплом в войну был утерян. Много лет он живет на Щербинке. Здесь нет, наверное, человека, который бы его не знал – школьного учителя истории, чья биография отразила едва ли не самые крутые ее виражи в середине 20-го века. Любовь к истории ему привил отец – швейцарский фермер, приехавший в Россию до революции и женившийся на русской крестьянке. Страсть к сыроварению не мешала ему изучать прошлое своей новой родины. В их доме было немало книг, в том числе 12 томов истории государства российского Николая Карамзина. По окончании Ленинградского университета Николай Кюнг работал директором в Семлевской средней школе на Смоленщине. В 1939 году был призван в армию и участвовал в освобождении исконных российских земель в Западной Белоруссии и Украине, захваченных Польшей в годы гражданской войны. В сентябре 1940 года назначен замполитом стрелковой роты в гарнизон Брестской крепости. 6 июня 1941 года к нему на службу приехала на время отпуска молодая жена Ирина. Отпуск заканчивался 22 июня. Когда-то еще доведется им встретиться. Вспомним, как это было. Вспомним то, что можно назвать русским чудом, исключением по всем европейским меркам, вмиг отрезвившим воинов 45-й элитной немецкой дивизии, входившей парадным маршем в Варшаву, Белград, Париж. Уже пали Минск и Смоленск. А здесь, на самой границе, где все давно было захвачено, 45-я дивизия в четвертый раз меняла свой состав, штурмуя не сдающуюся крепость. Вместе со своими курсантами Николай Кюнг не раз ходил в контратаке, был ранен. В конце июля его группе удалось выйти из окружения. В боях под Москвой Николай, получив очередное ранение, был захвачен немцами в плен и отправлен на работы в бельгийские шахты. Я преподавал историю и географию до войны, хорошо знал географию Европы, рисовал карты. Там какой-то умелец Андрей Уралис, компасы научился делать. Ну, стали развивать побеги. И я попытался бежать. Раз. Поймали. Вот эти рецы. Почему? Там легко ловить нас было. Легко. Ловить. Я задержал меня. Значит, наши леса. И там леса. И разные вещи. И там, значит, так просек идет, и так просек идет. И потом там все на колесах. В церкви на велосипедах. Ездят старушки, старики. Там косить тележка сзади. Коса там лежит. Грабли там еще что, шмотки. И он отключает на велосипеде. А ты пешком. Как только вы видели, что пешком, значит, Русь. Вот это там Генрих, бельгийц, хороший шахтер. Он воевал в Королевской армии на Альберт-канале. Они долго держали немцам. То есть туда, в 39-40-м году. Такой хороший парень. Видно так, сержант бельгийский. Николай, айна Руськом. Руськом там бежал. Вот я на работу, в автобусе ходил. Вот там вот. А у вас приходит, твей Руськом твой. Твей, ЦТ у них там путают. Ну, так и меня тоже. С товарищем, с Грилеем, с Калиевым, оперным певцом, с Сашкентом. Мы бежали с ним. Поймали нас все-таки собаками. На землю ложишься, она не трогает. Нет, нет, нет. Если на землю лег, уход собак, приученный так. Он подходит за шкирку, раз, значит, тебя в зад и в машину. Ну, 25 штук сюда. Значит, ну, ладно, хоть так. Ладно, хоть так. И в 2-й раз тоже неудачно было. Ну, а многие товарищи бежали удачно. Вскоре после этого в лагерь прибыла группа офицеров русской освободительной армии, известной нам под названием Власовской. Кто были эти люди? Какие цели они преследовали, сотрудничать с немцами? Вопрос до конца неразрешенный. Но как бы там ни было, здесь мы сталкиваемся с продолжением гражданской войны, получившей новый импульс после гитлеровского вторжения. И вновь повторились известные трагические события, когда граждане одного государства оказывались в враждующих армиях. Началось Ласовское движение. Вот, Ласов. И к нам в лагерь, к нам, в наш лагерь, в наш лагерь, прибыло, значит, три человека, два русских, как сейчас помню, капитан Белов и лейтенант Краученко. И три, и Доводенков, Николай Доводенко. Прибыли нас агитировать. И вот знаете, вот стычка какая была. Я, давай, научился в Ленинградском университете на ИСФАКе. Там лучшие силы были историков. Там знаменитый Струй Владимир Владимирович, там знаменитый был. Вот, Греков там туда приезжал читать. Ну вот. И курсом меньше шел Доводенков. Коля. Коля там в общежитии, в школах вместе были. И он был в ласовской форме, понимаете ли это? Я ему, ты Гришка отрепь его, а не человек-то. Ну как отрепь? Ну что, мы с ним там поцапались. То есть, что человек у нас был кругом в поляночке. И я выступил. До этого я писал, вот этот самый Генрих отвозил, в Голландию, на Успене отвозил письма в газету Клич, в ласовскую газету Клич. Мы писали. Я писал, их сочинял, а Ваня Судаков, значит, в перчатках, писал, чтобы не было, в перчатках писал, что конспирация своего рода была. А Генрих отвозил в Голландию на велосипеде, чтобы не отсюда, а с Голландии шли письма в Берлин, в эту газету Клич. И там я писал, что вы, Гришка, отрепьются, над вами бурьян не вырастет, такие вы предатели. И вот они переехали живые. И капитан Белов, летчик. И я вот это узнал, своего студента, курсом раньше я шел, а он позже. А тот летчик один, Колька Севастополь, маленький такой, юркий, казак кричит, товарищ капитан, да как же так, вы же нас учили воевать, а сами-то ж какую форму, а в них даже кортиков им не доверяли, в них тоже пистолет. И с ними эти самые, два из сессовцев, сели гестапольца в гражданской форме. Просто так вот одежда, тут вот рва написано, и три цвета. Тех самых три цвета, которые сейчас гордо реют от Кремлёв, не дай Бог, чтобы долго реют, так между нами говорят. Через несколько дней Николай Акюнга и еще одиннадцать заключенных, отказавшихся вступить в русскую освободительную армию, перевели в концлагерь Бухенвальд. Здесь его ждали неожиданные встречи. В Бухенвальде как-то бывает, я сказал, что судьба. Когда нагнали из кухни, из столовой, кое-что там дали поесть, двух кричит, один, товарищ замполит, назвал меня, а это из Брестской крепости, парень, пулеметчик Дорогобуржского уезда, как я сейчас помню. Но его сразу же там ребят зашли, говорит, ну там никто не знает русский язык, а немцы, а конвои же, но однако у меня сюда даже пошла эта жилка пошла, у них страшная. Ну, словом, это был первый урок. И как-то я сразу окунулся, вот там уже существовала подпольная организация, и меня быстро увлекли. И вот этот товарищ, который кричал, другой нашелся, третий нашелся, два курсанта нашлись, лейтенант, полюбитного взвода, нашелся, Саша Неклюдов. Вот. Ну, сразу мне сказали, там, по цепи, что ли, что я историк. Вот. И дали мне задание писать, значит, как началась война. А все равно немцы интересовались, узнали, что я историк, как в советских книгах, учебниках, оценивается ноябрьская революция в Германии. Вот я на эту тему писал три таких работ. Писал. Память была хорошая, не то, что... Вот. Ну, и постепенно, как потом стало известно, я стал чищиться подпольщиком. Задали задание. Потом смотрю, приходит товарищ один, называется, я подполковник. Назиру, Бакий, Гатаулович, татарин, подполковник, командир полка, 1174, вот помню, с тех пор, 1174 полк. Так вот, Николай, ты будешь командиром батальона, буду еще. Как командир батальона? Один на один. Ну, так вот. Вот тебе в русском бараке сколько-то человек, там 600 человек, вот набери себе товарища, на кого надеешься, и пусть каждый с ним в тройку наберет, тоже надеюсь. И больше никто не думает. Я тебя знаю, и ты меня знаешь. И ты знаешь вниз, одного того, кому там будешь доверять, и тот тоже, ну, твердо. Если проговориться, пока видишь, труба, клемотор. Вот это труба. Ну, вот так я стал членом военной подпольной организации. А 4 мая у меня приходит товарищ, Степка его звали, Степка Лосенко, молодой парень. Николай тебя зовут. Туда за бараке вызвали, а там четверо. Поэтому оказалось Семакова Николая Руковича, нашей русской подпольной организации, Азарова Василий, Кальчин Коля, и еще кто-то. И сказали, что мы тебе уведем в подпольный центр. Ты будешь в подпольного центра и будешь отвечать за безопасность организации. Вот я, немецкий товарищ был, Рихард Гросскоп. Вот мы с ним работали. Работать, как я в чем? Это, знаете, ну, контрразведка. Контрразведка. В основном, тяжелый учитель, контрразведчик. И я тут могу тоже похвастаться, сказать с гордостью, что ни один враг не утерся у наших подпольной организаций. В Сахангалузе там расстреляли 176 человек, утерся. И езжал от Котченко в том числе. Утерся к ним один и, значит, всех вывел подпольщиков. Сегодня, когда мы наконец-то узнали правду о советских концлагерях, организованных родственникам Свердловой Ягодой, Берманом, Рапопортом, Фириным и Френкелем с нечеловеческими условиями труда и быта, кажется странным либерализм бухенвальских властей, допустивших возможность успешной подготовки восстания. В советских лагерях подобное было немыслимо. Русские, как контрреволюционная нация, по определению Карла Маркса, уничтожались, что называется, в плановом порядке. Между тем, Николай Кюнг, преподавая бухенвальским детям историю и географию, вместе со своими товарищами приближал час освобождения. Ну вот 11 апреля значит утром там старший лагерь заключен был Эрих Решки. Доложил коменданту, что там ши завелись, надо одеяло вытряхать, матрас вытряхать, и значит лагерь пришел в движение. А под этим видом значит оружие разносили боевые отряды. Ну вот мой батальон бывший потом Харин стал командовать подпольным батальоном Сергей Михайлович подполковник отвертить. Ну там значит 91 винтовка была. Не так уж много, но достаточно было, чтобы когда начали в 3 часа по их нет, в час по их времени среднеевропейское это у нас значит 3-й час шел. Вот с вышек стали снимать немцев охрану и они не оказали никакого сопротивления представьте это потом мы захватили я вот рассказывал тут водяки не попало что я должен был участвовать полякам там через юго-западный угол должен проволоку перелезать сток был выключен немецким товарищем официально лектиком Вальтер лектик так что через проволоку можно лезть разрезали проволоку в одном месте в другом месте его славы южную часть французы северную часть значит вторгались а мы наша русская бригада ворота шумовали и так все это внезапно было понимаете вот на Лубянке только да поверили мне когда они связались с Парижем с Прагой с Римом потому что там коммунисты сидели он Марсель Поль французский был член ЦК Компартии Франции потом был Министр Труда это управитель Народного фронта ну мы называли их Труда вот это то значит только тогда поверили что вооруженное восстание было освободительное вот так 11 апрелях в 5-ти часам примерно все окончили лагерь был наш и церковный подпольный центр собрался стали судить какой флаг значит там 18 церковные сидели значит каждое нация требовало свое француз полковник Федерик Манес Мане буржуй французский значит сидел он воевал против Франка воевал во Франции во Эль-Монташе было так вот стал и сказал комрады только русский флаг только русский только красный флаг только благодаря русским мы получаем свободу вот с Бухенвальдом чистый красный флаг взвелся чистый красный флаг мы стали свободны как ни странно даже в годы так называемой перестройки в военном энциклопедическом словаре статье посвященной Бухенвальду о восстании не говорится ни слова почему думайте сами впрочем и о подвиге защитников Брестской крепости мы узнали лишь в середине 60-х годов вот редкий снимок встреча Николая Кюнга с автором книги исследования о русском чуде в Бресте Сергеем Смирновым легенда стала историческим фактом а участник этого события живой легендой его приглашали во многие страны мира о нем писали в центральной прессе затаив дыхание слушали на уроках мужества в школах Подольска и района теперь нет страны отметившей его героизм да и герои теперь другие голливудского производства Николай Кюнг не приемлет новой идеологии разрушающей саму душу народа его не сломили человеческие испытания в свои 80 с лишним лет он обладает прекрасной памятью отзывчив и добр глядя на него вспоминаешь известные солоухинские строки Россия еще не погибла пока мы живы друзья украинские строки Продолжение следует...